Что касается этой частной военной кампании, когда были эти неприятные события, вы знаете, многое, что происходило, мне пришлось вмешиваться, потому что я понимал, если вспыхнет Россия, жарко будет всем. Так всегда было в истории. Революции начинались там, а заканчивались у нас и на Кавказе. Ну и потом, это же наши люди. Я пообещал тогда этим ребятам, если вы прекратите все, безопасность, хорошо, я вам гарантирую, мы вас выведем в Беларусь, обосновывайтесь, дальше будем разбираться, что мы сейчас и делаем. Если честно, я хочу сохранить это подразделение. Это настоящие бойцы, прошедшие через войну, потерявшие много своих друзей, они совершенно бесплатно, хоть они же наемники, они же за деньги везде и воевали, и работали, бесплатно помогают нам, передают опыт. И вдруг, слышу, недавно взбесилась Польша, что якобы сюда идет какой-то отряд, аж 100 человек. Никаких отрядов ЧВК «Вагнер» 100 человек сюда не перемещались. А если перемещались только для того, чтобы передать боевой опыт бригаде, которая сосредоточена в Бресте и в Гродно. Я должен учить своих военных, потому что армия, которая не воюет, это наполовину армия, вы тоже это прекрасно понимаете. Воевать я не хочу, я не хочу, чтобы гибли наши ребята, поэтому надо их учить. Вот они и передают свой опыт, посоветуют, что-то скажут, очень довольны нашими воинами, они очень довольны, говорят, это очень подготовленные люди, и самое главное, ну, наверное, слышите, они хотят учиться. Поэтому, находясь там под Осиповичем, в центре Беларуси, эти ребята никуда не стремятся, они привыкли выполнять приказ. Часть ушли в подразделения вооруженных сил России, кто-то видит себя в другом качестве, кто-то в Африке работает, а определенная часть останется у нас. И еще раз подчеркиваю, это была моя инициатива, я не жалею, я хочу оставить этих ребят в вооруженных силах нашей страны. И от этого, отталкиваясь от них, более активно создавать контрактную армию. У нас же срочники, призыв, отслужил, полтора года ушел. Ну, ясно, сам был такой, зеленые пацаны, 18 лет пришли, отслужили, ушли, а там умудренные опытом люди, там в основном офицеры. Это профессия их, воевать или защищать страну. Говорят, это и дешевле. Поэтому мы присматриваемся к этому опыту, чтобы в будущем себя защитить. Только в этом наша цель. Поэтому вы не переживайте. К войне мы не стремимся. И думаю, что все будет нормально. Если противник будет видеть, что мы ответим, и что они понесут невосполнимые потери, неприемлемые для них, они никогда не нападут. Это азбука военного дела. Поэтому ваша главная задача, часто говорю об этом, вот у каждого есть свое место. Кто-то бухгалтер, кто-то экономист, руководитель, кто-то механизатор, оператор машинного доения. Каждый на своем месте сделайте свою работу. Продолжение следует...